Крымский пармезан Дело в том, что в Крыму встретили дикую обезьяну Минувшие выходные в Большом каньоне Крыма Туристы встретили, да-да, именно обезьяну Животное попалось на глаза группе туристов Которые на самом деле занимались тем же, чем и обезьяна по факту в Крыму Туризмом Туризмом, да Среди этих людей была журналистка, передатрия Крым Я сейчас процитирую эту журналистку Мы с друзьями пошли в Большой каньон Крыма Прямо рядом с руслом реки Аузу-Нюзен Неожиданно увидели, как по скале на другом склоне каньона бежит обезьяна Сначала она сопровождала нас, затем забралась на дерево и ела ягодки Сообщила журналистка, туристы покормили животное яблоками, печеньками И что они сделали? Бесплатное фото Сделали? Слушай, это возмутительно вообще Никому не позволительно делать бесплатные фото с крымскими обезьянами Тем более с дикими крымскими обезьянами Подожди, давай нашим радиослушателям и зрителям объясним Может быть кто-то не знает, где находится Большой каньон Крыма То есть это не южный берег, да? Это высоко в горах Высоко в горах Высоко в горах И далеко в горах на самом деле То есть это не то, что вот прямо где-то с набережной Ялты Или Алушта находится В километрах в 20, может быть даже и 30 Если не по прямой Так вот, и там зимой, не только зимой Там зимой обязательно есть снег в Большом каньоне Крыма А вот в такую погоду, как сейчас осенняя такая переходная погода В октябре тоже вполне могут быть заморозки ночью Поэтому у меня вообще, мне удивительно Как же там живет эта обезьяна Ну вот начнем с того, что обезьяна, скорее всего, сбежала от одного из фотографов Почему? Ну так считают эти туристы, которые встретили эту обезьяну Они вот считают, что в дикой природе Крыма обезьяны не водятся Стоп! Если посмотреть на полуостров, обезьян там достаточно много на самом деле Они предполагают, почему они сделали такой вывод, что в дикой природе обезьяны не водятся Во-первых, смотри, вот есть один пример Если есть одна обезьяна, которая водится в дикой природе А и без фотографа была замечена в лесу Значит, где-то может быть и другая обезьяна Там, где две обезьяны, там уже семья Там есть дети, внуки, правнуки И все, пошла, поехала Поколение за поколением, да Тем более, сколько же прекрасных пещер в Крымских горах Сколько нового открывается в Крыму Потом как этот триколор, референдум И все, вперед как бы Это ж, как бы, оно вот так и, в принципе, наверное, все и развивалось, все эти события Слушай, но есть еще один очень важный момент, мне кажется, на который нужно дать еще ответ Почему все время говорят, что эта обезьяна сбежала от фотографа? Может быть, на самом деле это фотограф сбежал от этой обезьяны? Высоко в горы, где-то там, в схроне сейчас сидит И пытается, она говорит, пытается его за ногу вытащить из пещеры Говорит, пойдем делать Делай мне фотографии Делай фотографии с туристами, будем деньги зарабатывать Он говорит, не могу больше Это обезьяна-инстажена Вы знаете, какой термин, Александр, инстажена? Это когда вот, например, есть инстапарень у девушки То есть это человек, который ходит и фоткает его То есть как бы в аккаунте у человека появляются фотографии, да, где человек не держит камеру рукой, а его кто-то фотографирует И никогда непонятно, кто же за кадром То есть вот этот вот фотограф, он для обезьяны и инстамуж Ух ты, боже мой, так теперь это называется Именно, наверное, поэтому эту обезьяну выискивают лесники Они решили не позволить жить обезьяне в Крыму, вот, поэтому ее будут ловить Об этом риа-новости Крым рассказал начальник департамента лесного охотничьего хозяйства подконтрольного России Министерства экологии Крыма Владимир Капитонов Цитирую Я лесникам дал задание поймать животное, поскольку она не переживет крымскую зиму В районе Большого каньона зимой довольно сильные морозы И, по его мнению, мартышка тоже просто сбежала и также сбежала от фотографа А как ты думаешь, вот когда ее поймают, куда ее направят работать? Ну, не знаю, в подконтрольной России парламент Крыма или в крымское правительство? У нас же там, ты слышал вообще, там же Аксенов объявил конкурс на замещение вакантных должностей министров И глав подконтрольных России администрации городов Крыма Как ты думаешь, куда могут ее определить? Министерство городов и туризма Крыма вполне Тоже интересный вариант Хороший вариант Счетная палата, отлично Это общественная палата Министерство здравоохранения, мартышка и очки тоже может быть, да? Вообще отлично Вспомним басню Что у нас дальше по этой истории? Чтобы наши дорогие радиослушатели не думали, что мы там сошли с ума и придумали всю эту историю Мы послушаем сейчас фрагмент сюжета с телеканала Крым-24 Они съездили в Большой каньон и начали искать там эту обезьяну Послушаем, как это было Въезжаем в Большой каньон Где-то здесь, на территории в 300 гектаров А это на секундочку 400 футбольных полей бегает мартышка Ее и нужно найти Последний раз обезьяну видели на шестом километре Возле сувенирных рядов Останавливаемся Доброта, девушки! Ну как, наш питомец появлялся сегодня с утра? Кормили уже? Покормили его? Сегодня-то не было, вчера вечером был А сегодня придет? Ну, кто-то сейчас я вам покажу Оказывается, обезьяны прибегают сюда почти каждый день Уже месяц Ее все снимают О ней все говорят Молодой чай Обезьяну видели? Видел, да У нас тут этот... Вообще-то не лес, как в джунгли Тут и обезьяна... Нужно было снимать не сюжет, а фильм Залечь на дно в Большом каньоне Ты понимаешь, у меня есть еще предположение То есть вот это в Большом каньоне Там продают всякие фрукты, овощи Там, не знаю, пахлаву, пирожки какие-то И в том числе сувениры Может быть, обезьяна там как бы берет Это все бесплатно А потом бежит продавать это на набережной в Ялте И таким образом как-то готовится к зиме По канатной дороге Так тык-тык-тык пробирается Что будет с обезьяной дальше, уже известно Ее потом отправят в зооуголок Бахчисарай Не, как ее поймают Ее еще не поймали Об этом еще не было новостей Крымский пармезан будет внимательно следить За ситуацией с этой обезьяной Я скажу еще две буквально фразы О том, что первое Коллектив крымского пармезана Рожает свою беспокойность тем, что непонятно Как будет жить этот нелегальный мигрант В центре временного содержания И глубоко стурбованность Мы высловляем через всю мавку Да, через всю мавку А второе Я немножко неудоумеваю Почему по Большому каньону Рассвесили объявление о поиске этой мартышки С надписью «Wanted» То есть не разыскивается А на вот том самом пиндосовском языке «Wanted» То есть на английском языке На английском, да Да, написали «Wanted» То есть она разыскивается То есть они предполагают, что Это не русская обезьяна Да Что это ее забросили откуда-то И ее сородичи они понимают по-английски А вот если они по-русски напишут «Разыскивается» Чьи там расшукаются украинскую То не поймут вообще Не поймут, что разыскивается обезьяна Ну ладно Кстати, как ты думаешь Вот после всех этих приключений в горах Мартышкиных приключений И Мартышкином труде Порекомендует ли она своим родным и близким Отдыхать в Крыму? Ну не знаю То есть она уже месяц питается бесплатно В прекрасном большом каньоне Вот Она отырит сувениры Вполне возможно Так что мне кажется У нее вполне неплохой вольготный отдых Вот Если только она как бы Найдет своего инстамужа-фотографа Вот А может быть ей наоборот хорошо без него И она пошла во все тяжкие К чему я задаю этот вопрос? Дело в том, что туристы Которые приехали в этом году в Крым Готовы рекомендовать отдых На оккупированном полуострове Своим родным и близким И это не шутка Об этом свидетельствуют Всероссийское исследование И собственное анкетирование Министерства курортов туризма Оказывается, большинство туристов Это 81% Готовы рекомендовать полуостров В качестве летнего отпускного направления Своим родным и близким Говорят под контролем России Министерства курортов и туризма Крыма Ну вот такие вот новости Ну, к сожалению, мы не знаем Как много опрошенных решили Просто зло подшить Своими друзьями Или советуют отдых в Крыму Нелюбимым родственникам Вот, Александр, вам кого не жалко? Кому вы посоветуете отдых в Крыму? Я вот тоже так думаю Что, в принципе, кто-то мог попасть На этот отдых в Крыму А потом его спрашивают А вы порекомендуете? Конечно! Что там было так замечательно Ну, не только же мне страдать А то поедете в свою Турцию Или Египет А вот о том, насколько хорошо отдыхать в Крыму Отлично свидетельствует следующее новое Что там, Станислав Юрьевич? Пользователи крымских пляжей Оштрафовали на почти 1,3 миллиона рублей штрафа В прошлом курортном сезоне Почти миллион 300 тысяч рублей Заплатили пользователи штрафа Да, об этом на задании Комитета Российского парламента Крыма По туризму, курортам, спорту Сообщил исполняющий обязанности Министра курортов и туризма Крыма Вадим Волченко Я его процитирую Проведены более сотни инспекционных выездов В ходе которых социально 156 протоколов Об административных правонарушениях За эксплуатацию пляжей Без разрешительных документов Отсутствие матросов-спасателей Нарушение правил благоустройства И прочее, прочее То есть, по факту, даже само министерство Отчитывается о том, что Полторы сотни крымских пляжей Не соответствуют нормам По которым они могут, в принципе, существовать Ты знаешь, если бы я был бы арендатором пляжа И пришел бы ко мне кто-то с проверкой Сказал, слушайте, у вас мартышки По большому каньону бегают вообще Знаете, без фотографов А вы ко мне пришли тут с пляжей А у меня на пляже, извините У меня на пляже все фотографы Все мартышки с фотографами А вы ко мне пристаете Какие-то нарушения вообще идите Вот, идите в лес туда к себе Там проверяйте вообще Проверяйте там пляж Проверите пляжи в Армянске Нет, вообще И туристы у вас вообще какие-то вообще Не-не, не здоровые Хотят рекомендовать отдых Да, а вообще Туристов в Крыму обычно по оси не считают Но судя по постам крымчан в соцсетях С обнародованными российской властью цифрами Что-то не так Давайте послушаем Ну что, друзья, официально сезон закрылся Все разъехались, как вы видите На носу октябрь Но это не мешает людям прижать купаться Переоделись Лавки, море Красота Да, водичка как бы Градусов, наверное, 20 18 Если долго не плавать, то можно В принципе Преодходно Для того, чтобы вы верили, что мы в октябре Еще ходим в море Ага Хорошо С головой нырять не буду Потому что прохладника Немножко в голову не надуло Такой атмосферный фрагмент С Крымского пляжа Автор ютуб-канала Крым Тур записал видеоблог О пляжах в октябре О том, как на них можно И прекрасно купаться Как вы думаете, если человек даже окунуться не может с головой Это что, он морж? Я думаю, что это где-то плюс 16 Плюс 17 градусов Вот приблизительно Явно не плюс 20 Явно никак не плюс 18 И не плюс 20 Вообще, в Российском институте Курортов и туризма Крыма Заявили, что с января по сентябрь 2019 года Крым принял более 6 миллионов туристов Что на 10% выше, чем за аналогичный период 2018 года Другие комментаторы считают, что эти цифры не имеют ничего общего с действительностью И вот мы зачитаем вам пару комментариев из крымских соцсетей Александр Скрябин Я удивляюсь, как не поток людей через границ с Украиной считают Наших мест украинцев засчитывают за туристов Андрей Нечкин У цьому роти я выезжав в Крым три разы Та выезжав в знехо три разы Але явно ж був порахованный не меньше, как три люди Это я еще с этого года на резвяне света Через оголошение вискового стану не поехав Владимир Щербаков В 2020 году обещает до 10 миллионов человек Уже заложено в статистику Ну тут же хочется вспомнить Давай мы тут и с тобой, вместе с нашими слушателями и зрителями Напомним, что вы слушаете программу «Крымский пармезан» И сейчас мы еще и вспомним известных сегодня блогеров Крыму Этим летом блогер Алена Бордовская, которая, я так понимаю, приехала в оккупированный Крым уже после начала российской оккупации У которой более 200 тысяч подписчиков на YouTube-канале Она записывала блог о ценах и сервисе в Крыму И вывод Бордовская Крым не для бюджетного отдыха, то есть Крым не для нищебродов Если вы не турист на машине со своей палаткой, то я думаю, что Крым это все-таки не эконом-отдых К примеру, еда в кафе и ресторанах дешевле будет в той же Абхазии А если учесть перелет проживания и питания, то, конечно, пакетный тур, опять же, all-inclusive Выйдет дешевле, чем если вы приедете в Крым, снимете жилье, будете путешествовать Возьмете кучу экскурсий и будете питаться в кафе и ресторанах И вот какие же тогда туристы приезжают в Крым? Давайте послушаем ту самую блогершу Туристы делятся на две категории Первые, которые с первого раза просто влюбляются в Крым до безумия И собираются приехать сюда еще И есть вторая категория, это те, которые не смогли понять Крым И пишет мне, Алена, ну что ж, Крым неплох, но мы сюда вернемся не раньше, чем через 5-7 лет То есть, когда Крым вернется в Украину и снова там можно будет отдыхать для россиян в три раза дешевле Как и было когда-то, еще 6 лет назад, когда был хороший сезон в Крыму На самом деле, вот это восприятие россиянами, ну и в том числе и госпожой Бордовской, Крыма Оно ведь очень показательно Они воспринимают Крым вот в одном ряду Египет, Турция, Крым Да, там может быть Абхазия То есть, такие вот заграничные курорты На которых вот они могут либо отдохнуть дешево, либо очень недорого И там все должны перед ними там кланяться И как бы, ну в общем, вот приехали большие люди, которые привезли нам деньги Но Крым, это совсем, это абсолютно другая история на самом деле Это история о том, что здесь, в Крыму, невозможно в течение трех месяцев Заработать столько денег на таких пакетных турах, как сделать это в Египте С его круглогодичным сезоном Или же там в Турции с его сезоном в 6-7 месяцев То есть, в Крыму это совсем другой отдых Это отдых либо медицинский, либо отдых как бы недорогой Вот и, соответственно, ну не могут появиться какие-то роскошные фешенебельные отели В массовом порядке, да И доступны эти быть отели при таком коротком сезоне И тот, кто этого не понимает, а россияне, как правило, видимо, этого не понимают Ну и третий еще момент Крым воспринимался, отчасти, кстати, и многими россиянами И многими украинцами, как вот такой музей под открытым небом И здесь действительно у Крыма очень мало конкурентов Чтобы вот так вот менялся и ландшафт Степи, горы, два моря И стиль архитектурный, чтобы все это было так вмещено на таком маленьком пространстве Это программа «Крымский пармезан» И мы продолжим ее Мы не прощаемся с вами, мы продолжим эту программу через несколько секунд В эфире радио «Крымреалии» и первого канала «Украинского радио» Самая смелая программа «Крымский пармезан» Это программа «Крымский пармезан» С вами Александр Янковский, Станислав Юрченко И мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями Которые произошли на территории Крымского полуострова на этой неделе И напомню, что сегодня мы в том числе и подводим вот итоги такого высокого курортного сезона Который в Крыму длится в принципе три месяца А может быть два с половиной, то есть июнь, июль, и август Ну и немножко захватывает сентябрь Хотя в сентябре уже традиционно считается это бархатный сезон Кстати, вот Стас, я напомню, что в том числе и в нашем эфире В эфире радио «Крымреалии» Экс-министр курортов и туризма Александр Ильев Он говорил вот о чем Он говорил о том, что по его подсчетам В Крым в этом году приехало никак не 6 и не 7 миллионов туристов А в лучшем случае 700 тысяч туристов К таким выводам он пришел, просто-напросто посчитав те данные Открытые данные средств размещения То есть отели, пансионатов, санаториев, кемпингов И индивидуальных средств размещения, гостевых домов Вот таких вот, ну которые мини-пансионаты, которые так называют Это меньше миллиона, это получается более чем в 6 раз упал турпоток в Крыму, правильно? Да, приблизительно так он и считает Ух ты! Например, почему это могло произойти? Вот прошедшие в Крыму курортный сезон намрачили неоднократные случаи загрязнения морской воды у побережья Перед обсуждением послушаем фрагмент видеоблога Александра Михайличенко Под названием «Грязное море, невозможно купаться» Крым 2019, все слова написаны капсом, чтобы вы понимали То есть все буквочки большие, да, верхний регистр Запись блога была на пляже Меганом в Судаке, послушаем Сегодня мы прибыли на пляж Меганом, чтобы покупаться вот возле князя Багратион Посмотрите, как здесь круто Вот такой сегодня закат, друзья, посмотрите, как круто Сейчас с вами пойдем купаться Волны, конечно, грязноватые, но ничего Я надеюсь, что будет все нормально, никто ничем не заболеет Раунд огрел Ля, вы да реально грязные? Напрыгивайте Это я не буду замазывать Ну и, друзья, в этом утро меня не было видно Полюбуйтесь закатом хотя бы Буль, буль, буль Не, мы будем любоваться закатом, конечно, дорогой товарищ Но дело в том, что вот это ухудшение качества морской воды Подтвердили в том числе исследования, проведенные специалистами Роспотребнадзора И на пресс-конференции руководителя этого российского ведомства В оккупированном Симферополе, которое они проводили в сентябре и октябре Рассказывали о том, что действительно ухудшилось качество морской воды И ничего за последние пять лет И ничего они с этим сделать не могут Потому что, вопреки обещаниям российских чиновников Все эти пять лет они обещают Что будут построены честные сооружения Либо модернизированы существующие Ничего не происходит Если говорить про увеличение количества туристов То, наверное, увеличения количества туристов нет Но, с другой стороны, есть значительное увеличение количества россиян Которые приехали на постоянное место жительства В оккупированный Крым И вот те канализационные системы Которые были построены до 2014 года И честные системы сооружения Они действительно не справляются Может быть, они как бы больше производят Вот этих самых веществ Ну, мы уже слышали про выброс нечистот Под Севастополем настолько большой Что его было видно прямо из космоса Буквально этим летом Было несколько передач на радио Крым Реали об этом Ну, пользователи соцсетей тоже шутят О том, что же происходит Цитирую Игоря Кутафина Зато фонтаны и фанфары О количестве понаехавших Виктор Попов Пора прекращать ходить под себя И сбрасывать море неочищенные стоки Продолжать эту деятельность Означает рубить сук под собой Я вот вам вот что скажу Вот этот блогер Но он явно же турист Вот какой местный Полезет купаться в грязное море Судаке В городе В городской черте он полезет купаться в море Ну, конечно же, турист Причем приехавший откуда-то издалека Стас, у меня есть для тебя И для наших радиослушателей И зрителей Есть замечательная новость В Крыму министр информации и связи Выпрыгнул из самолета Ху-ху-ху Да Это что ж так все хорошо у него с жизнью Да, правда с парашютом Ай-яй-яй Его зовут Сергей Зырянов И он выпрыгнул из самолета с парашютом И случилось это над аэродромом Заводской в Симферополе В честь финальной волны перехода Оккупированного России Полуострова Крым На цифровое эфирное телевидение Ну, да, вот понимаешь вот так вот А своими впечатлениями чиновник поделился с телеканалом Крым 24 Давайте послушаем Волнения уже нет Все супер Жив здоров Все нормально Я прыгнул Я приземлился То есть смотри Человек прыгнул и приземлился Да, жив здоров Ну, кстати На этой неделе была еще Такая многословность Да, на этой неделе еще Если ты помнишь Праздновали Всемирный день психического здоровья Но тут есть Тут есть вопросы Потому что Крым на самом деле В Крыму было уже доступно Это цифровое наземное эфирное телевидение Эфирное, подчеркиваю Цифровое наземное эфирное телевидение Было доступно в Крыму с 2011 года Что такое эфирное? Ну, эфирное Это что ты можешь свой телевизор включить И на антенну На обычную антенну Вот принимать эти цифровые телесигналы То есть без спутника А что они тогда открыли? Без интернета Чем они тогда хвастаются? Они хвастаются На самом деле Им бы стоило назвать это Отключение аналоговых каналов То есть остаются теперь цифровые только Но они преподнесли это Именно как вот что значит В честь этих цифровых телеканалов Потому что теперь будут смотреть крымчане Зомби каналы Будут смотреть теперь Не в аналоге А в цифре И чтобы об этом знали крымчане Их решили запугать Конкретно симферопольцев Ведь накануне Команда из двух десятков парашютистов Исполнила в небе над Симферополем Акробатическую фигуру В виде цифровой бабочки Они решили что цифровая бабочка Это будет символ цифрового телевещания Потому что трюк исполняли парашютицы Из авиационно-спортивного клуба Крым Вот представляешь Идешь ты по Симферополю По центру города Понимаешь голову вверх А там вот летит нечто над тобой Но согласись что это лучше Чем цифровая куколка Или цифровая гусеница Или цифровые чайки Которые могли бы еще Не цифровыми какашками погадить Потом на них уж простите меня Давай к следующим новостям Пойдем Напомним нашим радиослушателям Зрителям что это программа Крымский пармезан Сегодня с вами Александр Ленковский Станислав Юрченко И далее мы поговорим вот о чем Подконтрольная Россия Чиновники Крыма Хотят создать архив Новейшей истории полуострова Об этом сообщила Заместитель председателя Подконтрольного России Совета министров Крыма Лариса Апанасюк На заседании совета По архивному делу Которое состоялось в Форосе Что она там сказала? Процитирую Сейчас формируется архив Новейшей истории Крыма Там будет много документов О результатах референдума И документы периода Когда Екатерина Вторая издавала указ О присоединении Крыма к России Важно что это не просто Информация свидетелей Поистине очевидцев Это именно исторические документы Которые подтверждают Те или иные исторические факты Вот такое заявила Вице-премьер Я вот Ну я не буду Это даже комментировать Я скажу лучше другое Что руководитель Федерального архивного Агентства России Андрей Артизов При этом утверждает Что работники Крымского архива Сохранили документы Находящиеся в архиве До 2014 года А в августе этого года В Ялтинском архиве Сообщали что собираются Цитировать Списывать и уничтожать Документы Украинского периода Да Да Но вот будут ли уничтожены Или просто припрятаны Документы Золото-Ордынского Периода Крыма Времен княжества Феодора Времен русско-крымских Войн 15-16 веков Когда хан Гевлет Первый герой Взял Москву Времен Союза Крымского ханства С Карлом XII И Мазепой Пока непонятно Историю удобно переписывать Когда выбираешь Только удобные страницы А неудобно уничтожаешь Как будут уничтожать Документы Украинского периода А как уничтожать Расписал в своей антиутопии 451 градус по Фаренгейту Рэй Брэдбери Еще в 1953 году К новостям Культуры Да Ну Синематографа Синематографа Знойная Мальта В холодном Севастополе Как происходят съемки Гардемаринов Вы же поняли Кого я пытался Процессировать голосом Тысяча чертей Тысяча чертей Ха-ха Так Давай напомним Нашим радиослушателям И зрителям Может быть Многие уже не помнят Что был такой фильм Гардемарины вперед Четырехсерийный Телефилипс Состоящий из серии Фильма Славы Дружинины Российских гардемаринах 18 века Гардемарины Это вот звание Было введено Петром I В 1916 году Для присвоения Выпускникам Академии морской гвардии Чем оно было интересно Тем что Согласно морскому уставу Они были в бою Как солдаты А в ходу Как матросы То есть это самая Низшая практически Рабская сила То есть когда нужно Когда тебе нечего Невкого стрелять И убивать Ты просто драешь палубу Вот А если нужно Тебя ставят просто под ружье Что интересно Продолжение фильма Выходило в 91-93 годах Все с теми же актерами Там Сергеем Жигуновым Дмитрием Харатьяном И Мхилом Барьярским Ну то есть они Несколько лет подряд Исполняли роли Тех самых гардемаринов И вот сейчас Они где-то Я не знаю В гробах спали Что не менялись тогда На протяжении всех этих лет Просто до 2019 года Они получается Не то что не изменились Так они еще и в звании Получается не выросли Они все еще драют палубы Гардемарины Значит Но в чем прикол вообще Вот если В чем суть крымскости Этой новости Дело в том Что вот съемки эти Продолжаются Фильма Гардемарины 4 Они продолжаются В Севастополе А самое интересное Что Там снимают В Севастополе Снимают Что действие якобы Происходит на Мальте Причем на Мальте Когда на Мальте жара А в Севастополе Сейчас была Ну скажем так Температура Даже ночью приближалась К нулевой отметке И ветер же сильный Морской Важный Да Актерам Ну приходится играть В летней одежде Вот что например Написала Госпожа Дружинина На своей странице Вконтакте Ужасающий ветер На сумасшедшем холоде Мы сейчас будем Изображать горячую Мальту На этом клавесине Сделанном за одну ночь Нашими умельцами Будет сидеть наш любимый Михаил Сергеевич Боярский Видите в каком Мы сейчас видим А потом посмотрите Как будут выглядеть Наши артисты В жаркое Мальтийское Вечернее время Ну это похоже на издевательство Над артистами Но опять таки Нечего снимать В анликсированном Крыму Да А можно было еще В Антарктиду Отправить снимать Жаркую Мальту Вот это было бы Даже еще лучше Зачем мы им подсказывали Такие хорошие идеи Слушай Есть у меня еще идея Можно было бы Отправить их В Большой Каньон И сэкономили бы Как минимум На одном артисте Я не знаю Заметит ли зрителя Отличие там Мартышки От другого Какого-нибудь артиста Или нет Мартышка сыграет Еще эпичнее и лучше А если в шляпе ее одеть Да Тысяча чертей Так Александр Знаете где самые горячие Крымские девушки Даже не догадываюсь В Керчи Потому что Мисс Туризма Крыма Выберут именно в Керчи 16 октября В Керчи Во дворце культуры Корабел Стоится конкурс Красоты Мисс Туризм Крыма Об этом сообщили организаторы Конкурс пройдет С участием 20 представительниц Из разных городов Крыма Я так подозреваю Что Керчь выбрана Не случайно Это как бы город На краю земли Фактически Для крымчан Которые находятся Вот на выезде Уже из Крыма Оттуда не сбегут Да Оттуда То есть И вот как бы Мисс Туризма Там звучит очень так Символично То есть Вот В Крыму делать больше нечего Все уже Отправляйся в какой-то туризм Я удивлен Что не в Феодосии Потому что в бывшей кафе На рынке Рабов и Юрин Не раз и не два Продавали прекрасных девушек Вот Но Девушек Победительница конкурса Получает главный приз Спутевку в пятизвездочный отель И приглашение представить Крым С 22 по 29 октября В финале мирового конкурса Global Model of the World Ну кстати Вот я погуглил чуть про этот Конкурс В прошлом году он проходил В Португалии Так что не факт Что крымчанка Сможет вообще поехать В страну Евросоюза По крымским документам И вот Даже если она поедет Почему же ее отправляют В ненавистную Европу Еду из которой Ежемесячно Если не недельно Сжигают в Крыму И тут мне возникает вопрос А что будет Если у нее На границе с Крымом Найдут прям в ней Хамон Да Сыры Это вообще Интереснейший вопрос Я тебе должен сказать Это раз Во-вторых Может быть Наши слушатели Наши зрители Помнят Ксению Симонову Это такая художница Песочная артистка Которая Недавно заняла Третье место В британском уже шоу Вот там Как оно называется Мы ищем таланты Да Шоу талантов Британское И причем Ее представляли Там что она представляет Украину Поэтому Не исключено Что и здесь тоже Победительность этого конкурса Она будет представлять Украину Вполне возможно Хорошо Ну а у нас У нас есть Еще один Очень важный момент Я не знаю Мне кажется Вот этот конкурс Он даже более крымский Чем вот какие-то там Конкурсы Мисс Миссис И так дальше Второй этап Конкурса Народный участковый Стартовал в Крыму Как бы В Крыму же Выбирали Участковых Полицейских В своих городах Поселках А теперь до 16 октября Предстоит выбрать Лучшего из лучших Который будет представлять Полуостров На всероссийском этапе А вот интересно Какие конкурсы Для них может быть Знаешь Поскольку Еще Как можно больше Пьяных ты Свяжешь Я не знаю А я думаю А я думаю Что например Конкурс Может быть Один из Для вот этих Полицейских Которые сейчас Носят российские Погоны Кто быстрее Родину продаст Кто быстрее Продал свою родину Кто быстрее Изменил Украинской Присяге Как креативнее всего Перекрасить Украинский флаг В российский Как побыстрее Сорвать украинские Погоны Со своего кителя И нацепить туда Российский И побежать Махая Трехцветным Флагом И крича Что он всегда Любил эту Россию Вот это Это наверное Самый лучший Был бы конкурс Для этих Людей Не побоюсь Слово Людишек Но работы Судя по всему Тех самых Участковых У Станет больше Почему Потому что Переходим к Великолепным новостям В Крыму Люди счастливы Довольны жизнью Почему В Крыму На 40% Выросло Производство ВОР Подожди Где Дома Или Или вообще Вот Российское Здание РБК Ссылается на Единую Информационную Статическую Систему Так что Я думаю Что это Не учитывает Ту водку И самогон Которые люди Гонят дома Это только Официальное Производство В первом полугодии В Крыму Было произведено 176,5 тысяч Декалитров Водки Декалитр Это один из объемов Основных мер В виноделии 10 литров Или же 20 бутылочек По 0,5 Так будет проще Считать Если же Мы про водочку Говорим В Крыму Конечно Оно-то Больше Стали производить Водки Но в соседнем Краснодарском крае Это в регион Соседней России Который через Керченский пролив Находится от Крыма С января По июнь 2019 года Водки Было произведено В 2,5 раза Больше Чем в первом Полугодии 2018 года Ты понимаешь Что Крым Отстает Вообще А если Вот в регионах Соседней России В 2,5 раза Водки Больше Производят То это говорит Скорее всего О том Что ситуация Экономическая В России Продолжает Ухудшаться Иначе Зачем пить водку Если Жизнь хороша И жить хорошо Это программа Крымский пармезан И про особенность Употребления Крымского пармезана Под крымские напитки Мы поговорим В следующей части Нашей передачи В эфире Радио Крым Реалии И первого канала Украинского радио Самая смелая программа Крымский пармезан Крымский пармезан Александр Янковский Станислав Юрченко И море смешных Веселых Интересных Самое главное Важных Новостей Из Крыма За эту неделю В ваших радиопереемниках И телевизорах Ноутбуках Во всем Вы можете Даже в телефоне Слушать и смотреть Крымский пармезан Да, Александр Вот вы не знали А теперь вас не только На радиоперемниках Слушают автомобилисты Но и Хипстеры с телефонов Вот в сторис Смотрят Крымский пармезан Но У нас очень важная новость Не все так плохо В Крыму Потому что Может стать еще хуже На Крым Подожди, подожди Куда еще хуже На самом деле Астероид может Ступать на Крым Пара-па-па-па Так может быть Это хорошая новость Ну, НАСА уже Начало подготовить Подожди Вот Дребова лежит Ты помнишь Вот эти Чаловские Бигборды Которые повесили Да, в Севастополе А что дальше Да хоть камни с неба Так может быть Дождались Вот на самом деле Это апофеоз Но не так называется Это астероид НАСА уже начало подготовку К прибытию астероида Апофис Он получил свое имя В честь древнегреческого Бога Хаоса Вот И отправляет к нему Даже космическую миссию НАСА Потому что астероид Сближается с Землей Он был открыт еще В 2004 году Обсерватории в Аризоне В 2005 Там выяснили Что в 2029 году Он пройдет В 19 тысячах миль От поверхностей Земли Но Как сообщает Крымский новостной портал Информер Астроном Майкл Хорн И его команда Пересчитали расчеты НАСА По их вычислениям Апофис Неуминуемо Врежется в Землю Причем события Настолько вероятны Что рассчитали даже Практически точное место Удара Космического камня Диаметром не менее 340 метров Команда сузила Область падения астероида До территории Между Северным морем И Черным морем Включительно И так что Вполне возможно Что в 2029 году Астероид ударит По Черному морю Остается только следить За развитием событий Ну слушай Он же может упасть И на сушу Не обязательно Вполне Но мне кажется Что на самом деле Владимир Владимирович Путин В 2014 году Знал обо всем этом И подумал Так если Крым И так и так Сотрет астероид в порошок И непонятно что будет Почему бы его сейчас Себе взять и не отжать И не использовать Всего внутренние ресурсы Уничтожить всю его историю Ведь это и так Будет уничтожено Его же не жалко Ты знаешь Мне Я думаю Что вот та обезьяна Которая сбежала в горы Она тоже что-то знает Про этот астероид Поэтому она так Заблаговременно решила Уйду-ка я в горы Вдруг упадет в море Этот астероид Возникнет цунами Все сметет Нафиг как бы А я буду в горах Сидеть себе там Шишки Что там еще есть Обезьянами обычно гуляют В прибрежных городах То есть Ялта Суда Калушта Их как раз затопит Точно и окончательно А вот крымские горы Могут и остаться Ну хорошо То есть но до 2029 года Вы обязательно слушайте Нашу программу Крымский пармезан Ее выпуск в 2029 году И мы сообщим вам Вот ударит ли Апофис Вот по Черному морю И в каком конкретно районе Он ударит Ну что Прекрасная новость Про то как Спустить все И остаться вот в Крыму Без всякой надежды Это история про Сергея Полунина Это кто? Это хореограф Сергей Полунин Родился в Херсоне вообще-то То есть это российский артист Балета украинского происхождения Когда-то премьер Королевского балета В Лондоне Там в 7-12 годах В 12-13 приглашенный артист Покинул Англию Работал в трупах Под голосом Игоря Зеленского Премьер Московского музыкального театра Санислава В общем у него была куча прикольных титров Заканчивается его Белая полоса когда Когда он в ноябре 2018 года получает паспорт гражданина России В августе 2018 года Его назначают исполняющим обязанности Директора Академии хореографии В Севастополе А теперь он остается без контрактов Иностранных Как вы думаете из-за чего? Из-за Путина на груди Нет Он не отрезал голову Владимира Владимировича Путину И не пришел ее к себе Он просто наколол его себе То есть у него татуировка Виде Владимира Владимира Путина на груди Как это ему могло прийти в голову? Это отдельный вопрос Почему нет такой татуировки у Александра Кирога Залдостанова? Это второй вопрос Подожди Он не показывал эту свою грудь тебе Там ни левую ни правую Может быть где-то в другом месте у него есть такая татуировка Ты же не знаешь Будьте пожалуйста объективны вообще Как нормальный крымский блогер В общем с Сергеем Полуниным перестало сотрудничать американское агентство Он связывает это как раз таки с тем Что у него на груди набит Путин В трюкоммерсанту он сообщил Что намерен работать на российскую аудиторию Несмотря на то, что ранее самая его деятельность Была сконцентрирована как раз таки на Западе Вообще-то И там он зашивал, я так думаю Вполне неплохие деньги Которые вряд ли может обеспечивать российский зритель Американская фирма Надвила на свой филиал Чтобы расторгнуть контракт Ну я вот тоже не с ним понимаю Зачем американцам смотреть на танцора Не на танцора точнее А на лицо Путина Они могут тогда пригласить самого Путина Чтобы посмотреть на него Но почему-то Пусть потанцуют лебединое озеро Почему-то они этого не хотят От Путина ждут только дот Лебединое озеро А дальше уже Слушай, ну и давай уже следующая рубрика Наша следующая рубрика Нет, не про обезьяну Аксенов вещает Дальше мы будем говорить про Аксенова Аксенов объяснил Как в Крыму будут назначать новых министров Сергей Аксенов, да Написал на своей странице в фейсбук Что с 10 октября стартует кадровый проект Твое правительство Для формирования совета министров Тут стоит напомнить Что в Крыму провели В начале сентября Россия провела непризнанные в мире Выборы в местные советы То есть вот этот Под контролем России парламент Крыма Также в местные советы разных городов крымских И по результатам этих выборов Также назначили совет министров Ну вот образовали парламент Назначили совет министров крымский И теперь вот там выбирают этих самых министров Так вот значит По словам господина Аксенова Процесс назначения будет осуществляться в несколько этапов Во-первых, те, кто хотят поработать в этом совете министров Должны предоставить свои анкетные данные с эссе Где будут изложены основные проблемы Крыма А также пути их решения Также Аксенов сказал, что претенденты Должны записать видеопрезентацию С рассказом о себе То есть если ты не видеоблогер Тебя не возьмут в Российское правительство Крыма Абсолютно, слушай Если ты не умеешь пилить сториз в Инстаграме То какой ты вообще нафиг министр Ну и на втором этапе Вот что пишет Аксенов На своей странице в американской сети Facebook Проводится тестирование на знания участникам законодательства России А третий этап это телевизионные дебаты В которых примут участие 4 кандидата на министерское кресло Которые прошли отбор По итогам дебатов останется 2 кандидата Которые перейдут на последний четвертый этап Собеседования с главой республики Крым Это цитирую я Аксенова Победитель будет определен по результатам собеседования И Аксенов сказал, что итоги проекта будут подведены в конце этого года Я думаю, крымский пармезан очень ждет эти дебаты Я уверен, что будет огромное количество смешных звуков Мы подебатим немножко Отдебатим мы дебаты Слушай, а еще вариант Может быть нам записать свое видеообращение Как бы эссе написать главные проблемы Вот смотри, что тут надо Эссе о проблемах Крыма Ну написать Записывайте Значит смотри, мы можем по поводу эссе о проблемах Крыма Первая проблема, да, российская оккупация Как ее решить? Да, вывести российские войска Вторая проблема Сергей Аксенов Как решить проблему? Сергей Аксенов должен уехать в соседнюю Россию И так дальше На третьем этапе Что там? Телевизионные дебаты Все тут вообще просто Второй этап мы отменяем Поскольку у нас тестирование на знание участников законодательства России Оно вообще не имеет никакого значения и смысла И все И четвертый этап уже собеседования Нет, господин Аксенов Собеседование где-то с вами в России Это уже пусть с вами там господин Путин проводит Но это после того, как вы уедете в Россию А, Сергей Аксенов в Украине всегда готова провести собеседование СБУ Ну давай дальше Еще Аксенов пообещал, что Крым будет производить еще больше креветок Ну, по крайней мере, в следующем году собираются увеличить их количество Это сказал Аксенов Время посещения российской группамышечной выставки Золотая осень в Москве Цитирую Есть уникальные виды продукции, которые производятся только в Крыму Например, крымская креветка вращается в республике с этого года Появится, что объем производства этого продукта ставит до 200 тонн в год И будет значительно увеличен в дальнейшем Я поясню Ну, не, подожди Сейчас ты пояснишь А зачем россиянам крымская креветка, когда у них в обилии водится белорусская креветка во всех магазинах? Почему? То есть креветки отряд ракообразных из отряда 10 ногих Это такая смешная информация Они распространены по многим морям Их размеры от 2 до 30 сантиметров То есть бывают очень маленькие, бывают большие В России водится довольно большое количество именно больших креветок Где в России водятся креветки? Ну, Россия же вылавливает и в, например, в Северном море Ну, то есть, да Но в Крыму большие креветки не водятся Их размеры всего несколько сантиметров Вообще, крымские креветки можно встретить в Крыму чаще всего как раз-таки на пляже Торговцы проходят и продают вот мешочек и стаканчик креветочки Они вот такие маленькие Ну, их еще, в принципе, как семечки тоже Ну, я не знаю, у нас все их семечками называли Ну, вот, да, семечки И опять-таки подаются они только с чем? С холодным пивом, которое находится у тех же торговцев То есть, это такой культурный продукт Пляж, креветки, пиво И обязательно горка мусора после туристов Вот Зачем это поставлять россиянам? Я, конечно же, не знаю Но Сергею Аксенову виднее, судя по всему У меня есть предположение Зачем это поставлять в соседнюю Россию? Например, Москву Чтобы вот тот, кто Тот безумец, который захочет, например, приехать в Крым за этим Да, вот никуда не едь Просто сиди себе дома там Щелкай эти креветки Пей пивас И смотри в телевизор Смотри в телевизор Не надо, милый Не надо, дорогой, приезжать никуда Раз уж мы заговорили про Аксона У нас есть традиционная рубрика Без которой мы не обходимся Практически ни единой передачи Это Поклонская Она рассказала, как будет налаживать международные отношения Экспрокурор анонсированного Крыма Ныне депутат Госдумы России Извели представителя комитета по международным делам Наталья Поклонская Рассказала, как именно будет налаживать международные отношения Давайте послушаем Наталью Поклонскую На встрече с делегацией из Китая было интересно то внимание И в начале взгляды Смотрели, смотрели Мы с коллегами, депутатами общались И все гадали Что-то китайская делегация немножко зашумела Что-то они обсуждают бурно Потом пошли узнавать, поинтересовались Оказывается, они искали в интернете мои фотографии Клип этот, не ошмеш Потом мы делали фотографии, селф И для меня это было Для меня это почетно Для меня это хорошо И я радуюсь такому вниманию А мне все еще стыдно Потому что редакция, которая записала то самое видео Которое набрало миллионы просмотров Породила все эти мемы Это была редакция аргумента недели Крым Где я когда-то работал Отправили оператора на заседание Поклонской Потому что никто не воспринял ее всерьез Отправили, даже журналисты не отправляют Сказали, оператор, иди, сними что-нибудь Вырежи какие-нибудь случайные пару минут Кинь на ютуб, а потом раз Самое просматривающее видео за всю историю Чемпетов недели За всю историю человечества И я чувствую небольшую ответственность За то, что все эти мемы были порождены Не без нашего участия Но это, конечно, уникальный пример Того, как человек считает Что таким образом именно налаживаются Международные отношения Ладно, ты знаешь, уже ничему не удивляюсь Вот, не удивляюсь и новой новости В Крыму снова жгли сыры Крымские таможенники провели рейды По торговым объектам Симферополя и Евпатории В результате было уничтожено 66 килограммов разных сыров Как сообщили в пресс-службе ведомства Проверки проводились в сентябре Совместно с представителями Транспортной прокуратуры Росельхознадзора Сотрудники таможни изъяли 66 килограммов продовольственных товаров Среди изъятого в ассортименте сыры и колбасные изделия Производство, внимание, Италии, Голландии, Германии, Португалии, Франции, Великобритании и Украины Все запрещенные к ввозу в Российскую Федерацию продукты питания уничтожены в установленном порядке Обычно для этого используют специальную печь-инсинератор В общем, любят в Крыму жечь иностранные продукты в иностранной печи Она, кстати, Хурикан-150 называется Хурикан-150 Слушай, по большому счету Ведь эти Роспотребнадзор Он же может что делать вообще? Он может врываться практически на любой крымский рынок Говорит такой, ребят, как бы Мы все понимаем, но поскольку Крым Это украинская территория, да, оккупированная Но это все украинские продукты, если они местного производства Все сжигают, забираем у вас все эти продукты Вообще, как ты думаешь, как скоро они дойдут до этого? Потому что 66 килограммов разных сыров они забрали и сожгли Ну, слушай, для таможни это как-то маловато в течение месяца Какой это объем вообще? Вы же бездельники, скажет им в конечном итоге руководство Зачем мы вас только кормим вообще? Или вот 66 килограммов берите и все И больше ничего мы вам давать не будем К другим новостям Крымские города оказались в хвосте рейтинга По уровню зарплат Составили эксперты РИА рейтинг Соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах Соседней России Включили то аннексированный Крым И стоимость стандартного потребительского набора Ну вот в этом рейтинге из 100 городов Республика Крым Пара-па-па-пам На 82-м месте Она так называется там Республика Крым Мы не используем этот термин Мы говорим оккупированный Крым Но и вот он оказался на 82-м месте А в ситуации В Севастополе А ситуация еще сложнее Город вошел в пятерку Вот этих Этого российского рейтинга аутсайдеров При 2-ли не самой высокой зарплате Среди городов Расположившихся в последней четверти списка 32,5 тысячи рублей А уровень жизни здесь составляет Коэффициент уровня жизни Здесь составляет 1,56 То есть о чем это говорит В эфире радио Крымреали И можете почитать на нашем сайте Есть такие материалы На прошлой неделе мы это делали О том что крымчане Все больше и больше Влазят в долги Они все больше и больше Пользуются услугами Вот этих микрофинансовых организаций Дело в том что большие банки Российские в Крым Так и не пришли Все украинские ушли Еще в 2014 году Можно получить доступный кредит Только у микрофинансовых организаций Где процентные ставки Там и 100 А может быть даже и 200 И это Эти кредиты люди берут Не на покупку жилья Не на покупку автомобиля А очень часто берут Просто потому что им не хватает денег Что называется От зарплаты до зарплаты Ну и давай закончим Стас вот еще одной Замечательной новостью Из виртуальной реальности Точнее новость крымского стимпанка Технофес в Севастополе Аттракционы виртуальной реальности Охраняли казаки с нагайками На 9 октября Площади Нахимова Провели выставку Технического Интеллектуального Творчества Технофес Сообщает корреспондент Сайта Крымреалий В нескольких зонах Установили Аттракционы виртуальной реальности Видеотренажеры Что-то рвало Самолета Роботизированные модели Продукционных изобретателей Разрекательные площадки Для детей А на входе Были металлодетекторы Охранные мероприятия Казаки с нагайками Но это правда стимпанк То есть это когда Соединяются новейшие технологии Что-то такое Или очень старое Там из средних веков Или фантазийное То есть это как раз Такие вот Современные технологии То есть эти были казаки Они были не голограммами Они были реальными Реальными И реальные нагайки Которые реально могут По жопе настигать То есть и в принципе И все остальное Тоже было реально И еще там не факт Потому что на площадке Выставили модель Робота-погрузчика Дуся Я не нашел в гугле Ни одного изображения Этого робота Крупногабаритные Цилиндрические предметы И вот последняя фраза Этой новости Меня просто покорила На биковых дорожках Электронные тараканы Соревновались в беге Да Мы не будем соревноваться С абсурдностью Этой новости Нам это все равно Не удастся сделать Это программа Крымский пармезан Ее для вас провели Александр Инковский Станислав Юрченко Услышимся через неделю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова